Нихао, гайз и шалом! Раду приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Даша Коткова, и это мой канал Ой, Дарья. В этом видео я расскажу, сколько же стоят продукты в Израиле. Мы только вернулись из большого супермаркета с моим мужем. Красивая булочка у меня. И булочка. Мы сделали там большую закупку. Расскажу о плюсах и минусах этого супермаркета. Расскажу все, что мы купили, сколько это стоило в отдельности и сколько вся эта продуктовая корзина вышла нам вместе, чтобы вы понимали, сколько вам нужно денег, чтобы не умереть с голоду в Израиле. Моня, ты всегда здесь будешь сидеть? Давайте там сядешь, не будешь мешать, ладно? Я не знаю, насколько это громко будет. Но без кондиционера вообще никак. Итак, начнем мы с продуктов, которые я должна брать буду в холодильник. Первые продукты это вот такие вот йогурты. Про 11, я не знаю, они типа, где, знаете, низкокалорийные йогурты, вроде как даже без сахара, либо с небольшим количеством сахара. Это ванильный йогурт. И такие же мы взяли шоколадные йогурты. Вот так вот они выглядят. И стоят они по 5-20 шекелей. Это, знаете, как такие йогурты-пудинги, но вкусненькие, не супер сладкие, как мы любим. Молоко. Обычное коровье молоко, 3% жирности. Тут 2 литра. Стоит оно 14 шекелей, 20 огорон. Так как мы находимся в Израиле, конечно же, в нашем холодильнике почти всегда есть хумус. В какой-то момент мы его реально переели. Но вот опять начинаем его любить. Продается вот в таких вот упаковках. Есть упаковки потоньше, есть упаковки побольше. И мы здесь взяли со всякими специями и кедровыми орешками. Есть с разными соусами, травами, специями. Кто любит хумус или кто хочет полюбить хумус, попробуйте просто разный. А лучше всего хумус брать, конечно, в хумусе. В специальных кафешках, таких ресторанчиках, где хумус готовят сами, свежий. Мы пробовали в одной хумусе хумус. Это просто что-то невероятное. Плюс в хумусе можно попробовать хумус с разными добавками. С мясом, с грибами, с кукурузой, с овощами. То есть, когда это все как-то намешано, типа как салат, очень вкусно. И вот такая вот баночка. Сколько? 400 грамм. Стоит 10 шекелей, 80 грамм. Дальше это рукола. Как я ее называю... Не важно, как я ее называю. Я ее называю с руколой. Ладно, все равно сказала. И один такой пакетик руколы, контейнер руколы, стоил 18 шекелей. Но там была акция, и вроде как мы за 2 заплатили 25 шекелей. Место 18 за 1. Еще мы взяли вот такой вот сыр. Бри, он же камамбер. Я на самом деле не знаю разницу. Напишите, это вообще разные сыры к бри и камамбер или нет? Мы взяли 125 грамм за 14 шекелей, 90 грамм. Я готовила с ним офигенный рецепт. Но мы с мужем готовили рецепт, знаете, из рилсов, когда запекают этот сыр. С черри, с багетом. Блин, это было безумно вкусно. Поэтому мы хотим запечь еще раз этот сыр. Дальше переходим к фруктам. Мы на самом деле, я не могу сказать, что прям очень много купили. Но мы не на такси, не на машине, с двумя рюкзаками. В поле решили больше в этот магазин не ходить. Просто, во-первых, это не очень удобно. Именно добираться нам с того места, где мы сейчас живем. А во-вторых, узнаете чуть позже. Мы взяли бананы, персики, нектарины и яблочки. Зеленые яблочки у нас уже были. И сейчас я отдельно скажу, сколько что стоит и какой вес мы взяли. Так, нектарин килограмм 11,90. Мы взяли 700 грамм. Это вышло 6 шекелей, 43 ограна. Персик, кстати, очень вкусный. Мы уже один съели. Он не примерно сладкий, не кислый. Короче, вот просто идеальный свежий персик. Тоже 11,90 килограмм. Мы взяли 500 грамм. И вышло это 6 шекелей, 43 ограна. Яблоки. Они по 10 шекелей, 90 огран килограмм. Мы взяли чуть больше 500 грамм. И это вышло 5 шекелей, 86 ограна. Бананы по 4 шекеля, 90 огран. Мы взяли 1600 где-то здесь. И вышло это в 8 шекелей. Вот такая вот веточка. Мини-ящик содовый. Швепса. Тут было 6 бутылочек. Одну муж уже выпил. Это именно просто содовое с соком лимона. То есть тут нет сахара. И 6 бутылочек стоит 13 шекелей, 90. Кстати, реально вкусно. Вот я когда помню в детстве, были всякие банаква, актив, кто помнит. С разными всякими вкусами. И мне нравился вкус, но было очень сладко. А это именно просто газированная вода с лимонным соком. Ну, я газированную воду не очень люблю. Поэтому это мужу. Та-дам! Немножко запрещенки. Я взяла вино. Причем я взяла 2 бутылки вина. Кто давно за мной наблюдает или кто не наблюдает, знает, что я вообще не пью. И тут с момента моего дня рождения я ходила в бар. В общем, посмотри, как прошел мой день рождения. Ссылочку оставлю здесь. И почему я там выпила. Там невозможно было не выпить. И тут я думала, блин, может быть, все-таки иногда алкоголь это мое. Пока нет. Пока я пила коктейли, мне становилось плохо. Я пробовала пить пиво от банки. Пиво мне становилось как бы плохо. То есть, супер я пьянела. Но, видимо, как сказали мне друзья, тут нужна сноровка, тут нужен скилл. А ты, типа, не пьешь. Поэтому вот скилл потерян уже. Я взяла. Хочу попробовать вино. Не знаю, к сыру, не к сыру. Я понимаю, что бытовой алкоголизм это самое страшное, что может быть. Но, может быть, с подружками встречусь и вот возьму бутылочку. Но не собираюсь пить за раз две бутылки, если что. Просто хочу попробовать. Они были по акции. Я жадная до денег и любительница акций. Так, одна бутылка стоит 28,90. Это белое сухое вино. Sauvignon Blanc. Что бы это ни значило, 23-го года. Что бы это тоже ни значило. Ну ладно, то, что это значит год, я понимаю. И две бутылки стоило 50 шекелей. Мы с Альбом пытаемся себя приучить есть орехи, потому что орехи это супер. Орехи это healthy food, you know. И так далее, в общем. Я еще английским начала заниматься, поэтому мне прям хочется его везде вставлять. К месту и не к месту. Мне уже кто-то писал какие-то гневные комментарии по поводу того, что я использую очень много английских слов. Вот. И типа я выпендриваюсь. Я не выпендриваюсь, просто мне нравится, как они звучат. Типа прикольные, you know. Куль. Надеюсь, этот комментатор опять напишет, что это про мой английский. Мы взяли вот такую вот баночку ореха пекан. Итак, ореха пекан. Тут 170 грамм. И это нам вышло в 20 шекелей 63. А так 1 килограмм стоит 119 шекелей. Мы тоже взяли уже упакованные, чтобы самим не заморачиваться. Это миндаль. Миндаль мы взяли 276 грамм. И это вышло в 23 шекеля 46. Так килограмм стоит 85 шекелей. Орех макадамия. И уже очищенный, ребята. Это просто восторг. Наверное, это, как говорится, летоф. Типа не очень хорошо. Но я не знаю. Просто нас больше всего бесило их чистить. И ты не понимаешь, как их выбирать. Мы, когда жили в России, мы очень часто любили орех макадамия. Любили. Очень часто ели. Вот. Не особо его любили, на самом деле. Но он, типа, офигеть какой-то полезный. Офигеть какой-то там жирный и так далее. Мы его ели с кофе. И было вообще супер. Потому что он такой сладковат, терпковат. И кто не пробовал орех макадамия, очень советую. И мы увидели очищенный. И Лев такой, давай возьмем. И 144 грамма нам вышло в 21 шекель 60. 150 шекелей килограмм. Дорогое удовольствие. Следующее. Это кедровый орешек. Кедровый орешек мы взяли 122 грамма. И это вышло в 23 шекеля 79. И килограмм стоит 195. Это еще дороже. Но кедровый орех везде всегда был очень дорогим. Еще мы взяли чуть-чуть попробовать орех макадамия. Окей. Боеврит это не макадамия. Как это по-другому называется? Окей. Неважно. Чуть-чуть на пробу. Вроде бы он тоже полезный. Класс. Стоп. Макадамия вот это. А это что? Звук называется? Это бразильский орех. Да. Я даже не знаю. Не помню пробовал ли его. Но Лев тоже сказал, да я возьму попробую. В общем. Мы будем есть одни орешки, видимо. Тут 86 грамм. И это нам вышло в 7 шекелей 65. И 1 килограмм 89 шекелей. Дальше на развес Лев взял такую-то рыженькую, жирненькую, ух, прям жирнющую курагу. Курага здесь 214 грамм. И это 13 шекелей 70. И килограмм 64 шекеля. Я взяла себе вот такие хрустишки. Хрустишки. Я их называю хрустишками. Я отказалась на месяц от сладкого мочного и чипсов. Это не чипсы, это хрустишки, я так считаю, да? Сама себя обманываю. Но я взяла совсем чуть. Это, я даже не знаю, это типа как рисовые хлебцы в какой-то обсыпке, типа острое барбекю. Что-то такое. Непонятно. Вот какая-то сладкая острая паприка. В такой вот обсыпке они. Ну, типа просто как запуска, знаете, какая-то к пиву. Здесь 118 грамм. И весят, ой, весят они 118 грамм. Стоят 7 шекелей 67. И килограмм 65 шекелей. Это вот такая вот пачка. Сейчас шуршур жестко. Большая пачка. Не знаю, сколько она весит, кстати. 1138. Что 1138? Странный вес. Я не знаю, сколько она весит. Project of Israel. Окей. Это такие хлебцы. Кругляшки мы их называем. Ну, потому что они в виде круга. И они офигенные, потому что там они с разными наполнителями. Именно с травами. И в них нам нравится то, что зернышки тмина. Как мы их едим? Мы обычно их едим просто зачерпывая хумус. Ну, а ты вообще супер вкусно. И такая пачка стоит 19,90. Мимо этого я не могла пройти. Это мои любимые местные дошираки. Именно такого вкуса. В чем прикол? То, что тут не привычная лапша. А именно такие маленькие загогульные макарошки. Ты завариваешь. Она должна постоять сколько? 10 минут. Сейчас я как-то такой сливочно-беконный соус. Стоит она 4,90. Мне нравится безумно. Возможно, после этого видео я ее и съем. Это вот такие вот веганские котлетки. Нам посоветовала моя подруга. Сказала, что тут высокий уровень белка. И они реально вкусные. То есть, в принципе, наверное, мне кажется. Если бы мне не сказали, что это веганские котлеты, я бы и не узнала об этом. Но я узнала. Мы попробовали. Нам с мужем очень понравилось. Мы их не жарим. Мы их просто запекаем в духовке. Вообще супер. Две такие пачки нам вышли в 59,90. Также, что мы взяли. Здесь вот так вот видно. Немножко запотело. Это маракуйя порезанная вот так вот. Видно, нет? Короче, порезанная кубиками. И целиковая клубника. И то, и то по 500 грамм. Но нам понравилось то, что это удобные контейнеры. Они прозрачные. И ты видишь, какого качества там клубника, какого качества маракуйя. Потому что есть закрытые пакеты. И ты там прям трогаешь. И чувствуешь, какое количество льда в этом пакете. А тут мне все чистенько классно. И две такие емкости нам вышли в 3,6 шекелей. У меня осталось буквально 4 позиции. Это вот такой-то освежитель воздуха для туалета. Ну, мы его используем в туалете. Но на самом деле это фреш-хом. То есть, это можно просто дома пшикать. Не знаю, постельное белье там запшики. Но мы его используем именно в туалете. Потому что обычные освежители воздуха мне не нравятся. Они какие-то все супер-притерные. И они прям пахнут освежителем воздуха. А это пахнет просто чистотой. Вы знаете, запах как кондиционера для белья. Просто пахнет чистотой. И нам такие на самом деле больше нравятся. И вот такая вот штучка 350 миллилитров стоит 9,90. Муж взял себе 4 щетки от Colgate Medium. Я пользуюсь только софт. Муж пользуется Medium. И 4 щетки вышли в 9,90 шекелей. Дальше, если уж заговорили о щетках, нужно заговорить и о пастах. Была акция, конечно же. И 2 пасты продонтакс вышли в 39,90. И еще мы купили набор из 3 пачек салфеток. Типа влажная туалетная бумага. В одной пачке 48 штук. И все 3 стоят вместе 11,90. И в итоге вся эта корзина у нас вышла в 482 шекеля. Напишите, для такого количества продуктов дорого это или недорого? Как вам вообще цены вы сдаили? Я хочу рассказать пару слов про этот супермаркет, в котором мы были. Вот его название, вот его адрес. И вообще, как нам рассказывали, изначально подразумевался супермаркетом для религиозных. Но начали туда ходить все подряд. Все как обычно. Ты берешь, используя монеточку, берешь тележку, заходишь внутрь. И как, когда я уезжала из России, были в магазинах лента. Ты подходишь к такому терминалу, вводишь свой, это у Дадзут, номер, ID-карты, паспорта. Либо номер телефона, насколько я помню. Или только туда дадут. И тебе дают эту пикалку, в которой ты ходишь. И вот пикаешь все товары. И это супер круто, это очень удобно. Что происходит в конце? В конце ты подходишь к кассе самообслуживания. И проходишь такие врата. Ставишь тележку свою на определенную зону. И это, как мы поняли, зона весов. Пропикиваешь свой проход. И получается автоматически по количеству товаров, которые ты щелкнул и находятся у тебя в корзине, и по весу, сколько весит тележка, рассчитывается все верно. Или ты там что-то забыл, что-то не досчитал и так далее. Все, ты проходишь дальше и оплачиваешь через терминал. Все это у нас заняло, наверное, минуты три. С учетом того, что мы жестко тупили, потому что первый раз столкнулись с такой системой. Про сам магазин, что я хочу сказать. Нам он не очень сильно понравился. Мы не увидели большой разницы с тем магазином, в который мы обычно ходим. Чаще всего мы ходим в магазин Рами Леви. Это во-первых. А во-вторых, огромного количества продуктов там просто нет, к которым мы привыкли, за которыми мы изначально шли и ехали. И вроде бы он очень большой и много всего, но конкретно наших продуктов, например, там нет вообще дела чего-то без сахарного, либо, знаете, такого зожного, ппшного. То есть в Рами Леви есть, где мы, например, берем гранолу без сахара, либо какие-то пасты без сахара, шоколадки без сахара. Спасибо за просмотр этого видео. Напиши в комментариях, что тебе еще интересно узнать про Израиль, и я, возможно, сниму об этом ролик. Спасибо, что провел это время со мной, и пока-пока.